Я не знаю, как у вас, а у нас клёвые года, 13-е года. Да. 93-й год, в начале. Я под Новый год заснул за рулем и разбил машину. Просто вырыгался. Была такая ситуация. 2003-й год, через 10 лет, Валерий Юрьевич Гиммерверт ушел. Практически под Новый год, 21 ноября. Еще через 10 лет, еще два человека ушло. Отец Максима Смирнова и Валерий Юрьевич. В смысле, Юрий Пырялин ушел из жизни. Вот мы сейчас рядышком с ним и находимся. Вообще, как бы, смысл был в чем? Он прожил 70 лет. Ну, примерно. То есть мы, как бы, долго-то слишком не живем. То есть все работники телевидения не страдают длинностью своей жизни. А уж я-то как не могу и страдать? То есть 39 лет, еще перед моим 40-летием, мне принеслась интересная штука. Опухоль головного мозга, четвертая стадия. Но перед этим, перед этим, мы очень сильно дружили с Юрием Пырялиным. Сейчас они два человека были. Это невозможно представить себе, когда мы говорим о истории магнитогорского телевидения. Без них телевидения просто бы не существовало. Это были одни из самых крутых специалистов. Просто были самые крутые специалисты в этой области. Они еще на кино снимали. Это было красиво и ровно. Это было круто. Потом уже стало телевидение. А потом уже из магнитогорской телерадиокомпании Валерий Юрьевич перешел в ТВИ. И он там работал до некоторого времени. А после этого его уволили на пенсию. Но я сказал, Валер, в смысле Юра, все с головой у меня сейчас перепуталось, естественно. Говорю, давай пошли ко мне работать. И он пришел ко мне. Мы с ним также работали, также снимали программу «Автостоп». Также снимали программу «Дом, милый дом». Но на мой... Сейчас тебе скажу, это сколько было лет? А, ну да. Так, получается, да, 30-40. На мой 30-летний день рождения он не пришел. А, простите. Да, это получается, если мы будем говорить... Да, 40 лет. Он на мой 39-летие не пришел. Хотя я его приглашал. Потому что у него возникла проблема. Мейлома. То есть, когда кости начинают разрушаться. Естественно, его положили в больницу. Естественно, я на больничное начальство жестко наехал. Я сказал, вы мне его сохраните. А потом случилось дивное событие. Вот. Естественно, я нашел методы лечения. А ему очень сильно понравилось жить в Индии. Я ему так сказал. Валер. Потому что тогда это не лечилось. Тогда можно было продолжить жить еще 15 лет. А к 70 годкам плюс 15 лет он бы еще до сих пор бы жил. Это просто на определенные вещи. Которые легко продаются где, где в Индии. Он мог спокойненько ехать туда и там жить. Привозя мне то, что мне нужно было бы. А я бы, он здесь рекомендовал. И показывали его замечательные специи. Которые он мне показал. Которые я потом приехал и купил. Потому что это было красотища. Да, 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 да. Но супруга сказала нет. И 23 ноября 2013 года его не стало. Но было чуть-чуть раньше. И почему мне он так сильно нравится? Потому что он открыл мне глаза на жизнь. То есть я задал ему вопрос. Мы как раз ездили в Чистополь. Это примерно 100 километров. Ну примерно 100. Может поменьше километра до Казани. Посмотрели. Это было круто. Это история была. На берегу реки Кама. Вау, крутизна. Да, да, да. Там такой завод был очень хороший. Двое часов я себе купил. Он себе купил. Взяли хорошие вещи под названием. Они там делали из дюраля очень хорошие штучки. Я себе купил. Он тоже себе купил. Вообще было красиво и ровно. Мы чувствовали себя изумительно. И он мне сказал. Мы с ним как-то сидели вместе. Отдыхали. Я сказал Юра. Юра. Валера, Юра. Как они для меня? Они для меня родственники. Они мои. Ну как бы сказать. Если Валера меня научил, то Юра мне дал другую возможность. Я дал. А сколько тебе лет? Он говорит. Да мне столько же, сколько было. То есть грубо говоря. 21 год или 23. Он сказал. Короче. Он говорит. Ничего не поменялось. Как у меня были шизики в башке. А такие шизики в башке у меня и остались. То есть давайте определимся, что человек не может стареть, если у него в голове все в порядке. Да, господа мои. А вы думаете, что старости мы не умеем ничего делать. Ну, во-первых, это бред сивой кобылы. Во-вторых, это бред сивой кобылы. И в-третьих, это бред сивой кобылы. Вы думаете, сколько мне? На мне. Мне, по сути, 19 лет. Это даже невзирая на то, что какой-то там возраст есть. Потому что я и косячу, и на себя крысятничаю. Потому что не должно быть возможности. Такая штука возникает, естественно, у каждого первого встречи. Но это называется болезнь Альцгеймера. Я знаю, что это такое. Не хочу, чтобы это дело было. И в результате я себя очень сильно шпыняю. Мало того, ты шпыняешь себя всегда и постоянно. Потому что надо, когда ты едешь на съемки, чтобы у тебя все было красиво и ровно. Красиво и ровно, но должно быть неплохо. Да, господа мои? Даже вот сейчас красиво и ровно, мне надо проверить, идет ли мой звук. Я проверяю? И мой звук идет. Вот такая ситуация. К сожалению, не получилось. Я, конечно, очень сильно был этим недоволен. Недоволен до сих пор. Потому что мы бы сейчас продолжали бы жизнь, он был, работал. Ну ладно, не получилось, к сожалению, к сожалению. Я тоже работал. Также пистонов всем давал. Потому что нужно было бы, чтобы жизнь продолжалась. Но мы не вечны. И к слову о том, что слово рак для нас это как бы, ну... Это даже не приговор. Это наша часть жизни. Ну ничего. Я постараюсь сделать так, чтобы рак у нас становился хроническим заболеванием. Если вы не будете его лечить, вы уйдете на тот свет. Но если вы будете его лечить... Ну да, недешевое удовольствие. Недешевое. Но жизнь продолжается. И будем надеяться... Ну, примерно 10 лет назад они встретились. Юра Пориалин встретился с Валерием Юрьевичем Немирвертом. Потому что они друг с другом очень хорошо знали. Очень хорошо дружили. И мне это всегда нравилось. Что дружба на телевидении... Она не описывается ни годами, ни временем, ничем другим. Потому что, как я дружил и дружу, и думаю о этих своих крутых, навороченных специалистов, так я и думаю о них каждый божий день. Потому что это часть моей жизни. Я так считаю, что это даже была моя лучшая часть. Невзирая то, что сейчас творится. Субтитры создавал DimaTorzok